Ну что ж, и третья игра, и мы всё-таки дождались долгожданного инвокера, но он в пике у Старк, и Суприм не сможет на нём поиграть, но тем не менее инвокер в этой катке у нас всё-таки будет. Возможно, Суприм со злости возьмёт какого-нибудь контрящего его персонажа, например, антимага, и порвёт его на молекулы просто. Но в этот раз, более того, за Радиент будут играть Старки, и за Дайер сыграют Альтернейт. Но опять же, они забирают Бэйна, опять же, залетает Винга в пик Старк, но есть инвокер, есть Тускар, Слардар в бане, и Бестмастером отвечают Альтернейт. А, Эльсука-то снова на Бэйне. Эльсука на Бэйне. Три из трёх. Три Эльсуки на Бэйне из трёх, пожалуйста. Но инвокера украли в этот раз Суприм, опять не поиграет. Я и говорю, ну типа, наконец-то дождались инвокера, я так уже смотрю, радуюсь и смотрю, что он у Старков. Ай-яй-яй. Ну, Немфи будет показывать там скилл, наверняка он. Ну да, может быть, тоже неплохо получится. Так, ну что-то мне подсказывает, что опять Эльсука вместе с Нишей пойдут Туск Бэйн на свою линию. Эта линия не такая жёсткая в плане убийства, как Слардар Бэйн, но их взять тоже невероятно трудно. Хорошие статы и, в принципе, тоже поубивать могут. Ну да, если кто-то подставится, то, конечно, могут на втором левеле, там очень много урона. Так что да. Тут надо Старкам уже задуматься о том, чтобы укрепить свою лёгкую, чтобы не допустить повторения сюжета. О, Зулс! С Арканой, интересно? Ну, наверняка. Я думаю, потому и сказал, пикни Зевса, у меня Аркана. Кстати говоря, ему переработали, насколько я понимаю, модельку даже и без Аркана. Ну, блин, это нужно было сделать, извините меня. Старый Зевс это просто был отвратительный. Это был... Это был дедушка моряка Папайя. Ну да, или я... Мне он уборщика напоминал, у него такие перчатки были, как будто бы он начал в толчок полезет, типа там засор подчищать, ну или что-то такое. Или посуда будет мой сейчас. Ну почему? У короля молнии, перчатки на руках резиновые. Он же не боится молний сам. А прикинь, они остались у этого. Ну, хотя бы да, теперь он будет солидный, солидный в любом случае. Там же солидный такой Зевс, нормальный. И он даже чёрный, если с Арканой с этой. Кстати, он и сейчас сам тоже не белый. Ещё один мулат в игре. Вот непонятно, почему Чен и Зевс мулаты. Зевс, он вообще-то, говоря, белый бог, такой король Олимпа. Не должен быть он вроде мулатом. Мне кажется, Валя у нас так стебут специально. Ну зато панда когда-то была... А не, стоп, панда тоже, кстати, была белая. Её перекрасили в какого-то химика оранжевого. Не, подожди, это крыса. Мышь типа. Крыса. Ну, в любом случае, она была такой белой какой-то, по-моему, пандой или кем-то. И её поменяли. Она тоже стала такой бежевой. Ну, всех. Всех покрасим. Инвокер тоже, кстати говоря, такой метис. Ну, фиг знает, он, по-моему, довольно бледный. Ну, непонятно. Может, освещение такое? Может быть. О, корова. Наполовину, наполовину обезьяну, наполовину бык. Spirit Breaker. Я всё пытаюсь понять, где же эта половина обезьяны. Ну, немного похоже, на самом деле. Немножко. Но Spirit Breaker будет развлекать у нас. Вот как раз-таки, может быть, у нас будет игра, которая там не 2.0 на 15-й минуте, а более активная. Не то, чтобы скучные игры, но просто как-то уже приучил этот патч к тому, что все бегают вместе с самого начала. А тут как-то ребята решили взять какой-то слишком low temp. Да, но тут герои такие, что low temp не будет, скорее всего. Тут и Зевс, это как минимум уже с первых уровней много дэмэджа, как максимум на шестом. Должны быть какие-то попытки выхода уж точно. Зевс получит шестой быстро, если, конечно, его Spirit Breaker не убежит. Это 15 раз там. Имба Spirit пикается у нас. Добавляют эмбера себе. Так, ну эмберу там изменили вижен ремнентов, разве что. Да, в остальном вроде бы ничего не меняли. Да, остался такой, какой и был. Просто вижен на ремненты. Вообще поубирали из доты немножко халявных виженов. Сначала у Баунти Хантера убрали с трека, потом у Селедки. И вместе с ним и у Эмбера убрали. Но это и правильно, потому что негоже это всю карту разведывать на халяву. Да, этот вижен никак не убрать, что самое неприятное. Ну, вернее, вижен Баунти Хантера еще с лордаром можно убрать, но он просто мерзкий. А вот эмбера его никак не убрать. То есть с этим ремнентом ничего не сделать. И он стоит там очень долго. То есть если он кидает его на Рошана, то все, ты просто ничего не сделаешь. Ну да, 45 секунд стоит, и извините меня. Ну и вообще эмбер спирит в этом плане чуть-чуть сложнее. Теперь, если раньше он видел по ремнентам, ну, например, мы могли ждать на одном из ремнентов где-то. Или он кидал ремнент куда-то под вражеский тавер. Улетал домой из ТП во время даже драки какой-то и видел ситуацию, то теперь не видит. Он не знает, что там будет. Все-таки небольшое ослабление есть. Но это никак не трогает его в том смысле, что с физдов он убивает всю команду, если что. Флемгард, Селингчейнс тоже все еще очень сильный. И забанили Луну Альтернейт своим последним баном. Так, ну а Старков тут комбинация с Дарксиром будет спиритбрекера. Очень неприятная связочка. Я думаю, что спиритбрекер они также взяли, чтобы подстраховать свой мидл. И вообще подстраховать игру, потому что если снова пойдут Бэйн с Туском в сложную, то в таком случае спиритбрекер может просто осесть на миде, бесконечно бегать, зная, что два героя уже на сложной стоят. И тут Альтернейтам стоит задуматься, как своего Зевса защитить. Потому что если Зевс нафидит инвокера, то дальше будет тяжело играть. Так, ну и последний герой. Это, скорее всего, саппорт. Как раз-таки для Эмбера и для Зевса. Ну вот какой-то, который будет в верхней части на одной из линий помогать. Если Бэйн у нас пойдет с Туском. Может, конечно, Бэйн пойти и с кем-то другим. Но в любом случае нужен еще один саппорт. Ну в любом случае сейчас саппорт, да. Надо еще одного. Иначе Бэйн тускай Эмберспирит слишком тухлая линия против торсира спиритбрекера. Они там вообще ничего не смогут сделать. Учитывая, что Бэйн полуроуминг всегда куда-то уходит, то вообще два милишника будет это тяжело. Нужно еще саппорты. Кто может быть? Вич доктор какой-то может быть или... Ого! Или вот этот гражданин. Земелья. Эмберспирит и Эрспирит. Когда-нибудь мы увидим пик, в котором будет Эрспирит, Эмберспирит и Штормспирит. И Панда. И Бремастер, да-да-да. Ее еще три спирита и просто в драке. 500 спиритов. Это антимаг в конце. Офигительный пик, естественно, здесь. И против Эмбера, и Зевса, и на всех остальных ему частично пофигу. Ну, разве что Эрспирит контрит всех и вся в доте. Герой такой. Интересно, умеет ли на нем играть Суприм. Это, между прочим, будет играть. То есть это оффлейн Зевс вообще. Возможно, с Эльсукой. Возможно. Этого мы пока еще не знаем. Сегодня на верхней линии у нас подается Зевс под Эльсукой. И на нижней линии Суприм, Суприм. Ну, вчера мы видели в First Departure Miracle, который там всегда идет один и тащит всю команду. Решил, что самое время потащить картку на Эрспирите. Он взял Эрспирита, первые две минуты носился по карте, пришел на нижнюю линию, поставил камень вплотную, промазал им, после чего укатился под вражеский тавр и умер. И ливнул. Ну, кстати, там можно было уже, да. Но на самом деле было очень смешно. Я даже не помню, что там было дальше, потому что я не мог смотреть, я смеялся, как он вышел и уехал. Ну да, тут вот... Ну, да, этот герой требует, конечно, определенного количества часов, сыгранных на нем. И Альтернает долго думали насчет этого Ласт Пика, а это может говорить о том, что Суприм, возможно, не уверен в своих силах. Потому что если ты уверен в своих силах на Эрспирите, ты не думаешь. Ты говоришь, бери мне Эрспирита, я все сделаю. Кстати, Суприм-то очень интересный билд закупает. То есть он вовсе-то и не в мид идет. Он идет на сложную и снимали, сука, на тузке, правда. Да, это ниша соло мид будет на Зевсе. Так вот, смена ролей пошла у Альтернает. Могут запутать. Саса получается на байне Экзотик Дир на Эмбере. И здесь у нас буги на антимаге. Немфи на инвокере. Снизу также помогает Оксия. На Винге. Валекс на Спиритбрейкере. И Трикси на Дарксире. Да, но тут могут запутать. Я соглашусь, что тут все не так просто. Вообще, я еще не видел пока что Эрспиритов не саппортов. А кем еще могут быть Йорспириты, если не саппортов? Ну, какой-нибудь, типа, хард линии он стоит. Не, хард лейнер, да, это вообще топовый хард лейнер, но пока, видимо, не готовы игроки. Че тут он дофига на себя внимания стянул. Че, странный звук. Ну, кстати говоря, тут, на самом деле, этот странный звук, это зев. Боже, это зев. И вот таунт, да. Это гидай в Супер Марио. Так, Эль Сука, закрывает Смать. Смать сейчас умрет просто. Его Суприм уже побил очень сильно, и Эль Сука просто на башмаке, нахилку разводит. А у Суприма еще будет один камень, да, и просто минус. Не шути с землей. Не шути с Эль Сукой. Просто как же... Как же они его забрали? И вот уже Феррсблат. И, судя по всему, вот здесь туск на сапоге, его закуп, что здесь все-таки фармящий будет Эрр Спирит. Ну, как фармящий такой, типа, они пришли сюда вдвоем в оффлайн, просто чтобы не дать ничего сделать антимагу. Они ничего ему не дадут сделать. Все равно гонять будет больше тусик, а земля... Ну, это и по статам видно, хотя по статы у них примерно одинаковые. Но все же, ой, сейчас тут как бы не доиграться. Да не, ну он все правильно делает, пока развел на все хп, придется хил купить в Уги-Буги, скорее всего. Ох, ох, ой, как же больно. Да. Объясняет хорошо. Так на самом деле еще Суприм его мог сейчас подстанить камнем. Видимо, второй левел получил прям вот только что. Да, там только что мелькнула вспышка. Неплохо подфармливает. И пока что вот я еще и этот ультимейт, я только разок видел, чтобы прям он длился очень-очень долго. И то это было относительно. Вот прям такого супер-долгого ульта еще не было. Ну и там, конечно, дэмэджа он вносит колоссальное количество. Так это бесконечный ультсенкинга по дэмэджу. Просто бесконечный, который еще не зависит от твоего положения. Кстати, Суприм получил второй, пошел в ганг на мидл. Так, сейчас вот посмотрим. Такая вот игра. Сейчас будет что-то. Что-то что-то. Может не ожидать этого. Бам! Бум! Ой, хорошо, хорошо залетел. Добрый день, я земля. Ну, здорово исполнил. Получилось. Молодец, Суприм. Так, и уходит. Да, теперь здесь можно гораздо легче забежать вот в эту штуку. Всего одну тычку от вышки получить. С помощью стана, я так понимаю, еще один камень потратил, чтобы подальше закатиться. Угу. Ну, и сделал все здорово. Да, он правда промахнулся с закаткой, на самом деле. Дэмэджа не нанес, но это, в общем-то, не суть важно. Главное, что килл получилось сделать. Ну, Суприм начинает игру, так как батька. Бодренько. Аркана здесь все, кстати, нет. Ааа, помни. Ну, вот, кстати, что хочется отметить, это то, что парни сверху страдают какой-то фигней. По идее, Дарксир просто должен давать щит Валексу, и Валекс должен бежать в миддл. И все. И это должно происходить просто по кулдауну. Он отсюда еще ни разу не убежал. Он тут просто ходит, этот Валекс бродит что-то. Так, и в чем смысл, непонятно. Земля приходит, дает камень, встанет одного, антимаг. Эль, сука, оживи! Нет. Нет, не будет жить. Да, тут еще как бы Суприму самому не погибнуть. Суприм еле-еле уходит. Ну, покатился не в того, надо было катиться в Вингу все-таки. И антимаг очень грамотно убежал. Точнее, он покатился в Вингу, а Винга очень грамотно убежала. И все было хорошо. Так, ну что, и по крипам у нас. Зевс стоит с инвокером более-менее. Антимаг все-таки вырывается в топовые гребста. Дарксир тоже хорошо, но Эмбер не отстает. Ну, более-менее ситуация, скажем так. И антимага, конечно, с трудом удается развлекать. Но учитывая, что линия сверху тоже тяжелая, пока что Дабла более-менее справляется со своей задачей. Но им уже тяжеловат. Все-таки здесь не такие суперкрутые герои на лайнинге. У них много возможностей, что у Тузка, что у Эр Спирита. Они вообще вдвоем могут такие штуки творить, что... ой-ой-ой. Разве что в этом патче из блокхола и хроносферы он не вытаскивает. Но все равно. Ну, Суприм... точнее, вот Эр Спирита подрезали все-таки в этом патче. Перед тем, как добавлять ЦМ, ему убрали то, что геомагнетик гриппом можно своих людей двигать, пока ты не купил Аганим. Но, соответственно, Аганим очень нужен этому герою. Но пока его нет, он все-таки хотя бы не может своих людей форстать. Ну, там еще с Аганимом... он был бы еще не так нужен, если бы с Аганимом не появлялась у него какая-то там суперспособность вообще с этим камнем. Так, ну вот сейчас он выигрывает много времени, конечно. Ну да, он выиграет время, но он имеет все шансы умереть. Ой-ой-ой. А он просто укатился. Манго. Иисус. Просто Иисус. Манго против Антимага, это вообще лучший артефакт в начале. Как бы он тебя не выжигал. Здорово, очень много времени выиграл. Антимаг идет за ним дальше, выжигает окончательно ману. Ну и что дальше? И он все равно стоит на этом же месте. Хочет купить себе, наверное, какой-то ману-ботинок, может быть, и продолжит стоять. Недолго осталось до этого. Или, может быть, левел очень хочет пятый получить. Ну да, вот он потихоньку подгрызает здесь экспириенс. Но если он хочет ботинок, то проще уйти и его купить в другом месте, потому что здесь он с высокой долей вероятности умрет. Ну, либо еще как-то 10 секунд ему надо прожить. Хотя вот сюда летит Туск. Но у Туска ничего нет. Все, он уходит, Туск будет получать экспириенс. Спиритбрейкер бежит в мид, но почему-то останавливается, не добегая до Зевса. Да, испугался, непонятно чего, учитывая, что Зевса нет ману. А тем временем Дарксир из-за этого встрял. Ой, дождались крипов, как же получилось неприятно. Да, дождались крипов и все. И Силинг Чейнс не привязали ДСа. ДС уходит. Могли убить, да, если бы привязали. Ну, чуть пораньше стоило. Хотел до конца, до верного. И не успел среагировать на появление крипов. Да, есть аркан-ботинки тем временем. Ну да, они вместе с нишей друг друга намазали очень много сейчас арканами. В итоге ниша фулл хп, фулл мп точнее, у Суприма тоже все неплохо. И можно попытаться немфе убить, если посадить его на стан. В общем, если сделать всю комбинацию правильно, то немфе убить можно. Так, и дабл дэмэдж. Здравствуйте. Привет. Ну, Суприм, станчик-то закинь хотя бы что-то сделай. И братан кидает стан, но поздновато, наверное. Ну, там слишком много, там еще подошел инвокер. Думаю, что тяжеловато было. Здесь подходит Тусик. Видит Бару, закрывают его. Сайланс не попадает. Бар может убежать. Сев, скоро лестница. 15 секунд, очень хороший слип от война. Да, все очень коцаны. Всех бы еще побить бы хп так на 200, чтобы Зевс 3-пл-кил сделал. Но нет, никто не умрет. Зевс даже не будет ультить, наверное. Но он видел, что там все слишком-слишком здоровые. В итоге 2 в 2. 2 в 2 остается счет у нас. Сверху, правда, оставили на фрифарме Спирита. Но и снизу антимаг стоит на фрифарме. И это хорошо для антимага. Для антимага даже поинтереснее. Все-таки Спирит. Ну, антимаг Спирита убивает вообще. И в лейте, и в мидгейме. Всегда убивает его. Слишком уж... Вот антимаг-контрит Эмбер Спирита. На самом деле, по игре. Так, Дарксир пытается убежать. Ох, хорошая силинг-чейнс на этот раз. Ну и добивает с помощью ультимейта. Ничего не получилось здесь у Дарксира. Тем временем на Зевса напали. Бежит Спирит Брейкер. Но он еще очень далеко. Инвокер убивает. Да, несмотря на то, что дает ультимейт. Инвокер здесь соло. Немфи хорош. Ну да. Ну, в общем-то, ничего суперкрутого он и не сделал. Да, дал просто... Мне кажется, это сильно влияет то, что он стоит не против мидера, а против... Ну, против от вас, на которой... Возможно, не доигрывает все-таки, если не его роль. Не совсем привычно. Суприм бегает на этом своем Дарксирите. Ну, пока, вот кроме первых начальных его действий, где убили Вингуани и потом убили Инвокера, дальше пока что-то не особо у него выходит. Достаточно бесполезно перемещается по карте. Да, 3-3. Да, антимаг. Ну, антимаг, я так понимаю, тут самое такое основное. Это какой-нибудь Эбисал, когда он покупает, он просто на него прыгает и изничтожает. И, в принципе, он может легко, ну, догнать этого Эмбера. Как правило, Эмбера в этом вся сила. Чтобы догнать тяжело, поймать тяжело. Ну, он просто антимаг, он по всей карте, где угодно, вот видит Эмбера, прыгает на него и начинает бить. Все, Эмбер, вот, приходится только убегать. Так, Суприм умирает здесь в очередной раз, все, пытается что-то предпринять, но... Нет. Не вышло ничего предпринять. Эмфи, видит Бэйн, есть Энвиз. Ну, Энвиз бы не помог против Зевса, но, с другой стороны, не зацепили. Хотя здесь был уже и Эмбер Спирит. Да, такую хорошую попытку ганга спланировали, то есть, прям такую массовую, но в итоге потратили просто много времени. Да, альтернайт начинают с проблемки в этой игре, они прям, ну, не получается у них как-то ничего. Ну да, Бэйн куда-то пошел, вообще непонятно куда. Ловит Стан, ловит Колдснэп, но его просто бьют. Бьют, убивают, это здесь Эль Сука подходит. Эль Сука на барабане, попытка убить Нэмфи, убивают Нэмфи и Валикса тоже убьют, но вот, хоть какая-то ответочка от Альтернайт, наконец-то. Хорошо, Эрспирит тут прикатился издалека и... Кстати говоря, он максит Болдер Смэш, а вот я видел, как максит Геобанглэйти Гриб. Ну, непонятно, я думаю, все-таки Болдер Смэш-то получше. Все-таки стан, любой стан хорош. А там именно длительность стана растет с левелом, а у Гриба там, правда, Сайленс растет. Ну, две с половиной уже на первом уровне, а у стана там 0,75 лишь. То есть я думаю, что стан получше бы подмаксить его. Ну, плюс КД, КД снижается, а у Стана КД, у Сайленса КД остается прежним. Ну да, то есть как-то слишком Смэш хорошо растет с левелом, и дальность, да там вообще все растет с левелом, а у Сайленса фактически только дэмэдж и длительность у Сайленса, поэтому думаю, что те, кто качают Сайленса, они как раз неправы. Зевс берет Аркан Руну, а сейчас будет поливать. Боль. Если не умрет, а он умрет. К сожалению для него. Сейчас его ветерками еще. Там даже ветерки не... О, сейчас бы Руну Аркан заюзать, вместо того, чтобы сохранить ее перед смертью. Очень хотелось дать Молнию с маленьким кулдауном и маленьким монокостом. Да, Молния это бесценно. Я понимаю, если бы он там мульт еще успел заюзать. Вот Валикс начинает делать дела, вначале он немножко потормозил, может быть с этим, но сейчас отыгрывает как надо, то есть он везде. И тут, и там, и здесь. Бегает, всех убивает. Вирус Переда, кстати, еще стоит, только-только появился. Может быть следующие драки мы увидим, это чудо света. Может быть и увидим. Но для этого надо, чтобы драка началась. Пока драки нет. Пока есть только одиночные киллы какие-то. Так, выходит у нас на мид Ильсука. Закрывает инвокера. Но, что-то не знаю. Мне кажется, инвокер сейчас что-то на разворотке наваляет. Да, тут ТП и побежал уже сюда спиритбрекер. Ильсука точно погибает. Ой, на Зевса переключился разгон. Как же неприятно вышло-то. Ильсука слишком быстро умер. Кстати, Ильсука байбэкается. Просто я раз Берсерка словил. Да, ну и здесь переоценили себя Старки. Ну, Ильсука здесь был не нужен. Но, тем не менее, могло получиться... Ну, если бы драка продолжилась, может быть его байбэк бы и окупился. Но в любом случае, Старки заиграли. Слишком далеко полезли за Зевсом. Явно здесь им раздали. Сверху Ор Спирит. По-прежнему нет у нас каких-то крутых драк, где он бы смог себя проявить. И по-прежнему фрифармит антимаг. Приходит к нему Эмбер Спирит. Но антимаг уже почти с бэфом. А Эмбер Спирит, видимо, тревела какие-то делает себе. Антимаг хорошо идёт. Но, впрочем, Эмбер Спирит всё-то на 500 голды отстаёт. Поэтому, в общем-то, всё не так плохо здесь. Идёт и лидиру начинают сбивать. Но он-то тоже в ответочку начинает сбивать. Бэйн только на 12 уровне почему-то имеет лишь 4 левел. Ничего очень приятно. И плохие шарды отрезал сам себя. И просто... Что здесь происходит? Ульт в Эмбер Спирита. Его забрали. Остается Эль Сука. Его тоже забирают. Даааа. Это сейчас было плохо. И вот здесь, конечно, не хватило, наверное, Суприма с его ультимейтом и всем остальным. Он вот такие драки может переворачивать, на самом деле. Когда 4 героя бьют в одну цель, ты кидаешь по ним стан по всем, потом сайленс по всем. Даже ультимейт. Всё это под камнями. И все умирают. И всё. Суприм не успел. Ниш фармит. Вейл себя делает. Да, но здесь Вейл хороший. Ну, блин, Вейл. Не знаю. Ну, типа для Эвер Спирита, для Зевса. Но то, что его делает Зевс, это, конечно... Да, то есть, Зевсу нужна какая-то мобильность или Аганим. Там много разных вариантов, но соло мид Зевс, который делает Вейл первым предметом, честно скажу, это посредственно. Так, пошёл у нас... Спирит Брейкер. Очень хорошо. И черенцы хорошие по-двоим-то. И моментально минус 2 делают, ну, неплохо. Заигрываются эти и другие, на самом деле. Постоянно какой-то фит происходит, где кто-то загулял. Так, а что собирает себе через перчатку этот парень? Ну, мидасик, очевидно. Да, но всё остальное ему не особо нужно. Сапог точно нет, армлет, мьёль, наверное, вряд ли. А вот мидасик... А вот мидасик, да. Мидасик это хороший предмет, но на самом деле я не фанат. То есть, за эти же деньги можно было бы купить блинг, форстаф, возможно, урну какую-то. Что-то полезное, да. Вейл бы хорошо зашёл. Если бы его не собирал Зевс. Ну, Зевса уже есть, ладно. Ну, просто как бы Зевс, он всё-таки, мне кажется... Вейл кастуется издалека, ладно, здесь бог с ним. Но, тем не менее, Спириту-то вообще его кастовать было бы удобно. Ты залетаешь, ты на всех вешаешь. Всё близко, всё рядом. Блэйв Мэл, мы видели, как вчера собирали. Ну, это вариант. Так, Станчик попадает хорошо по Смайту. Ну, и Смайта тут будут убирать, ну... То есть, долгий Стан неприятный. Вообще-то, его Рейджа... Да, это реально очень долгий Стан. Очень-то, что он летит на 2000. Куда-то на... В миде, кстати говоря, убивают в это время Зевса. Что он там делал, не очень понятно. И Стан залетает от Ир Спирита. И вот он, Ир Спирит, давай ультимейтирую их. Не хочет. Радиус очень маленький, не зацепил бы никого. Вот это, кстати, ну, такая единственная, наверное, проблема этого ультимейта. То, что очень маленький радиус. По-моему, какой-то момент резали даже. Ну, извините, блин. У Энвагера достаточно много бонусов. Ему блинк нужен, это факт. То есть, он очень круто с блинком работает. Он блинкается вперед. Сразу же может легко кого-то подстанеть, не прицеливаясь. Сразу ждать Саленс, там же и ультимейт. И пошло-поехало. Так, подцепили. Эль Суку? Да. Ну, его сейчас разорвет ЕМП. Хотя нет. ЕМП его не взорвало. Но, тем не менее, его все равно убили. Боже, как же много фармит Ир Спирит. Демон, остановись. Действительно, много фармят. И не сказать, что это очень здорово. Потому что... Ну, что-то Ир Спирит, который типа кэрри такой, мол, третий кэрри. Он не особо силен. То есть, он не станет сильнее от артефактов почти. Да, сейчас загоним действительно дает много. Но все-таки это не совсем то, что нужно, мне кажется. Так, выход на инвокера. Инвокера заслипали. Нужно будить. Винга будет. Будите! Валикс прервал разгон. И вот тут же ловят. И вот он, Суприм, ультиматирует их. Да, ультиматирует и поставил камень. Еще раз там все каньиют, но убегаются. Какие-то все очень быстрые. Тут попробуй догонять этих ребят. Тем не менее, Спирит Брейкера стерли. Как же он неудачно отменил разгон. Если бы он пробежал, застанил бы и нам, мог бы еще его тут развалить. Но вместо этого позиция была неудачная. Начали убегать. Ну и потихоньку, потихоньку. Альтернейт у нас вот так вот. Казалось бы, должны были выравнивать ситуацию. Но что-то по фарму. Я так понимаю, это антимаг. Ну так это он и есть, да. Он уже на полторы тысячи обговорит. Так, нифига себе, ему зашло. Что? Вот это Вейл. А, ну это первая пассивка, Спеллшилд. Вот, кстати говоря, пассивку-то можно при наличии Вейла и стольких кастеров-то подмаксить. Ну, при наличии Зевса вообще бы неплохо ее подмаксить. Потому что, как бы, на данный момент у антимага сопротивление больше, чем обычно. Но ненамного. Конечно, на 19% больше. Так, у Росурны тут горит у нас. Эмбер Спирит, Суприм. Видит Бару, по-моему. Догадывается, что он здесь. Видит еще одного Суприм. 9 секунд до льта. Да, может ставить камень и станет, но не будет этого делать. Да, тут мало игроков слишком. Аркан, возможно, не хочет раскидываться камнями. Все-таки нужно желательно как-то их нарегенить в один момент, чтобы их было 6 штук. Чтобы потом можно было нормально пораскидываться в драке. Ну да, и для этого, в общем-то, какой-нибудь Актарин неплохо заходит ему, в принципе. Ну да, при том, кстати, Актарин только с этого патча начал подобные скиллы откатывать тоже быстрее. Раньше этого не было. Немфи. Представляется, тут под льсук. Льсука как скрин катает, я понял. Он просто везде. Ну и у Немфи огромные проблемы. Он должен, скорее всего, умирать. Да, умирает. Неплохой дэмэдж выдает. Чуть Суприма не убил. Суприма заслипали, чтобы иллюзии его не убили. Суприм! Разбивается об стенку. Мне кажется, что его иллюзии не убили. Вот как раз из-за того, что его заслипали. Во-первых, он немного урона получил от слипа. А во-вторых, иллюзии вы как раз окружили. И вот он погиб. Ну, по-другому я не могу объяснить, зачем его там было слипать. Какой-то, может, и так будет лучше. Зевс, кулдауна, молнии. Что-то вообще какой-то супер жесткий под этой руной. Одна секунда почти. Представь, Сектарином... Одна и две. Сектарином у него секунда просто будет. Пиу, пиу, пиу. И он покупает себе, что правильно? Линзу. Линзу на Зевсе. Да, чтобы ультимейт кастовать дальше. Но в принципе, на самом деле все равно, блинг надо. Блинг, форста, погоним. Куча всяких есть предметов. Блинза неплохо, да. Гэшки можно раздавать в безопасное расстояние. Все посмотрим, в общем. Может быть, реально жестко. Ну и плюс демидж, демидж. А, ну да, реально демидж 8%. Вот вопрос, работает ли это с пассивки? Конечно, работает. Ну тогда это дикий демидж получается. 8% вот эти вот 11... Это не 19% конечно будет, как можно было бы подумать. Было бы слишком сурово. Но все равно к этим 11% еще 8% от этих 11% это неплохо. Там цифры большие. Ну да, тут не поспоришь. Можно еще потом икторин купить, и будет у нас такой Зевс. Супер интересный. Ну в целом игра пока интересная. Оборот, вот если бы не антимаг у Старков, то вообще было бы интересно за пиком альтернатов наблюдать. А так все-таки такое ощущение, что как это ни поверни, все равно ничего хорошего не выйдет. Ну поглядим, в принципе, может что и выйдет. Но вообще да, верится слабо. Кажется, что когда антимаг прикупит себе еще какую-то манту, после нее башер, после нее бкб, ну или как-то примерно в такой последовательности, он просто прыгнет в любого и убьет его. И что ты будешь делать? Не очень понятно. Хотя если Эмбер Спирит купит себе вот аганим, то он сможет очень неплохо вытаскивать людей, прятать людей от этого антимага. В камне. Да, возможно получится кайтить. То есть одного можно вытащить гриппом, там потом кого-нибудь сунуть в камень, вытолкнуть куда-нибудь на другой кайт с карты. Так, Суприм играл на... не играл в официальных матчах на Эмбер Спирите, ну неудивительно. В пабе 87 игр, 73% винрейта. Но это значит только одно, что вышел патч, он увидел это все и решил, ребята, Эмбер Спирита нужно... Ну как раз вот он три дня там поиграл. Ну может быть там... Сколько игр у него сыграло? Три дня поиграл, говорит, по тридцатке в день. Ну не три дня, но допустим там он 30 игр сыграл, но все равно это немного, в общем. Это 87 игр всего. У меня 87 игр, мне кажется, есть на любом герое там в папце. Да ладно, ты вообще вдумайся, сколько ты должен был сыграть игр. 87 на 100, 8 умножь, это фактически у тебя должно быть... Да, пожалуй, многовато. Ну на нескольких, скажем, точно есть даже у меня. У ребят, которые играют 24 на 7, там... Ну там по 2000 есть на каких-то героях. Ну да, не очень много людей есть, которые любят одно и то же повторять бесконечно, тем более в паблике. Возможно, Суприм когда-то играл на этом Юр Спирите. И просто освежил свою память вот несколькими играми недавно. Потому что если ты сыграл 87 игр подряд на Юр Спирите, и ты умеешь при этом играть в доту, то ты будешь очень хорош на нем. Вот, если ты прямо их только что сыграл 87 подряд, ты там все, пожалуй, изучишь за эти 87 игр. Да. Так, ну и вот готовы у нас вроде как все. Да, мы продолжаем. Да, ну и там вот как раз блин, каганим мы видели. Ну, думаю, что с такими... с Медасиком он в перспективе будет выходить в этот... Так, разбили Смоук. Ну и Эмбер Спирит придет на Травелах. Фармить себе пока что БФ. Бэйн видит Дарксира. Ничего с ним не делает. За Дарксира мы выдвинулись, его бьет еще и по Варду, и он там тупается, не успевает сбить. Теперь поехали все в другую линию. Смак в итоге немножко провален, хотя могут попробовать зажать Дарксира прямо из-под Тавра. Кстати, у Элисуки 2000, а почему он не хочет купить себе предметов? Ой-ой-ой, как же больно. Да, неприятно. Слушай, что-то здесь как-то больно раздает. Под Вейлом. Фейлом и с Линзой, извините меня. С Линзой там... Дарксира просто с ульта сняла чуть больше, чем половину ХП. С ульта. Вот это много. Так, кольцо-ка, возможно, фармить Родианс себе. Ну иначе я не могу объяснить, почему он 2400 не хочет потратить. Родианс, чтобы пока сидишь в сноуболе всех сжигать. Так, и еще раз Арканцы покупает Зевс. Ну, так как он потратил. И находят все-таки у нас... Да, это Бэйн нашел Спирит Брейкера, попытался его убить. Но так получилось, что сначала убили Бэйна, а только потом убили Спирит Брейкера. Но в целом размер нормальный. Ой, Ниша всю ману абсолютно потерял здесь об EMP. На EMP разводит его неплохо. Кстати, Буге видит, что там-то такой Зевс сладенький. У него просто мана нет, его можно взорвать. Прогей, взрывай. Ой-ой-ой, как больно, как больно. И Р Спирит даст не ультимейт. Да, дает ультимейт. Ну, это суровая ошибка от Зевса. Без МП. Он просто сейчас подарил... Ну, сейчас мы видим, сколько демеджей у него сантимаг. Я боюсь смотреть. Ну, вот, а мановоид на 1900 урона? Ну, вот, он еще два удара сделал, на мой втором, контрольный. Но мановоид где-то на 1700 урона. Нормально, в общем. По там, сколько-то, по 800 с чем-то каждому. То есть, получилось. Ну, да. Тут вот Зевсу надо быть очень аккуратным, конечно, с его монопулом. Нельзя так подставляться. Ну, он купил две робы, два энерджи бустера. Ну, да, там... У него монопул 1400, по-моему. Почти... Почти 1500. На 13-м уровне. У него жизни 1200, а монопул 1500. Ну, вот. Да. Это не предел. Сейчас еще можно докупить себе пару артефактов. А, Эль, сука, купил блинг. Ну, что-то я не очень могу понять. Нету Мекки в команде, нету... Грифсов. Соответственно, раз нету Мекки, и он купил блинг. Фиг знает. По-моему, надо было покупать Мекку с грифсами. Эль, суичный билд какой-то получился. Да вот, да, действительно он. Ну, пытаются ловить того же антимага, но... Мне кажется, что в один прекрасный момент ты на него блинконёшься. Типа скажешь, я его поймал, поймал, а он просто даже убегать не будет и убьется. Так, ну что, антимага у нас по-прежнему никто не может остановить. Вот это изменение лошавта привело к тому, что антимаг просто еще круче относительно остальных героев. фармит, потому что его-то блинку все равно, куда прыгать, там, через сколько деревьев. Не важно только расстояние. Ну и чувствует он себя, конечно, здорово. Уже 13 тысяч, взрывает интовиков. Так, у нас тут тем временем Тусик нашел Валекса. Валекса... А, здесь же есть Эмбер, Имба Спирит. Ну да, может быть на Рошана, но нет, нечего забирать просто Рошана. Хороший артефакт Инвокер, покупает БКБ, чтобы его все эти не трогали. Эмбер Спирит и Зевсы. Ну да, действительно грамотное решение. Ну, у Буги уже Манта, но и у Эмбер Спирита появляется все-таки Бэтл Фьюри. Сейчас, возможно, он будет хотя бы не так сильно отставать от антимага. Потихонечку, может быть, даже будет его нагонять. Но это вряд ли. Может быть, не будет так сильно отставать. Снизу ловит Бейна. А, подожди, какого нафиг Бейна ловит Вингу. Бейн ловил Вингу. Да, поймал Вингу, и Зевс помог там с ультимейтом расправиться, чтобы никто не засейвил. Потому что, по-моему, летел уже то ли Дарксир с Меккой, ну, кто-то летел, в общем. Чтоб такого не было, Зевс на всякий случай прикончил. Ну, два фрага удается забрать. Но, в целом, антимаг все равно фармит, с ним ничего не сделать. И тоже БКБ делает. Да, антимаг фармит. Ну, все верно, делает БКБ. Тут два варианта. Либо ты делаешь БКБ, потом Башер, либо сначала Башер, потом БКБ. Решает после его весыграть через БКБ. Боже. Тускай, делал ТП у нас на миде Тускар. Дарксир прыгнул, чтобы сбить ему ТП, там что-то сделать. Но так получилось, что вытянул откуда-то Бейна еще. Испугался и убежал. Я, причем, даже сам не понял, откуда он вытянул этого Бейна. Из-за другой карты от какой-то. Там человек тоже не понял, откуда его вытянули. Из носка там достал, подарки-подарки у вас змея там какая-нибудь. О, боже. Да, и смотрю, а земляной уже полагонимый имеет. Хорошо. Ну да, неплохо. Ему неплохо, но антимаг начинает отрываться. То есть, Battle of Fury просто не помогает. Сейчас Эмби Аспириту приблизится, но он еще и отставать начинает. То есть, какая-то супер борьба за горку идет между игроками Альтернейт. Они все стоят, что-то пытаются. Он говорит, ну сюда, сюда, говорит, дай. Смог, Смог, идет нажать. А, все понятно. Ну вообще, да, борьба за горку. Просто они до этого стояли вдвоем, оттуда скатился Эмби Альтернейт. Так, ну и что они тут, собственно, с этой горки собрались сделать? Зевс им поможет ультимейтам, естественно. Хотя Зевса бы в драке неплохо иметь. У него все-таки есть и Вейл. В итоге дает ультимейт, спалил всю команду. И понятно, что Смог ни к чему не привел. Ну да, тут вообще в другой стороне враги, поэтому ганкать некого. Ну и ладно, мы возвращаемся к фарму. Вот, кстати говоря, лучше бы себе Тусик купил Мидас, мне кажется. Потому что такая игра, что-то ничего не происходит, а фармить как-то надо, а Тусику тяжело. И этот блинк он пока что особо не реализовал. Так, нашли Дарксира. Ну да, да, Мидас, это была тоже вероятная возможность. Нашли Дарксира, забрываем. И вот он, Тусик, он может, какая-то непонятная мискоординация. Кто-то убегает, кто-то нападает. Ну, в общем, такая себе история происходит. Ой-ой-ой, заултили в одного, в другого. Суприм укатывается, его стягивает обратно. С блинка Дарксир дает ультимейт. Ну, заултил напоследок, неплохо надамажил. А там, кстати говоря, антимак убил Зевса. Но он консадный какой-то остался, этот антимак-то. Или, сука, как бы его тебе остановить-то? Нет, так не работает. Не получилось. Да, в итоге Бэйн выжил, что самое забавное. А его тиммейт нет, который пошел за ним. Ну, забрали Землю. Земля, наверное, успел закупиться. Нет, даже не успел закупиться. Но и не суть. Все равно у него Дага Нима далеко. Заходит на Рошану. Ну, что-то какая-то вот этот антимаг все испортил нам. Малину, всю катку. Ну, действительно. Ну, нахрен этого антимага. Нечестно играют с антимагом. Я тоже так могу, блин, антимага взял. Так любой может. Вы попробуйте без антимага. Попробуйте Зевсу бейл собрать. Это вот эта серия игр, которая, когда, ну, одна команда, ну, что-то делает, другая что-то делает, пикает. Так, антимаг запрыгивает на Тусика. Там продолжается битва с Рошаном. При этом Тусик уходит с Блинка. Да, Блинк здесь хорошо отработал. Антимаг возвращается. В общем, все превращается в то, что антимаг ласт пиком, он уже предрешил, как бы, исход. И просто остается там не зафейлить. Так, тем временем. Нападение на Аэма с Аэгисом. Не очень хорошая мысль. Вейл... Он уже пофигу, поэтому... Ой-ой-ой. Как вольно делают-то все-таки, но БКБ на инвокере дает ему жить. Плюс антимагу там вообще пофигу. Сейчас может взрывать уже он Зевсу в скором времени. Тоже БКБ подрубает. Тем временем инвокера почти размазали. Замес, да. Продолжает. Нужно какой-то детекшен. В итоге находит Вингу, она уходит в Глимер. Детекшена все еще нет. Как так? Ну, нюхает, 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 ты унюхал. Нюхает. Но не повезло немножко... Ну, не то, чтобы не повезло, конечно, там Буги контролировался. Но что все-таки не смогли сбить этот Айегис, это очень плохо. Потому что теперь антимаг вернется, и их снова будет двое. Бэйн после этой катки, после этой драки сразу купил себе гем. Говорит, я все понял. Да, драка-то шикарная. Развели на два БКБ, и несмотря на то, что у врага был Айегис, его, правда, не выбили, но все равно поменялись здорово. Убили спирт Брейкера, Дарк Сира, убили Вингу. Ну, троих. Потеряли двоих? Бар вроде не трогали. Там начало было такое не очень нормальное для Старка, не очень хорошее, потому что спирт Брейкер как раз куда-то побежал, пока там еще кто-то добивал Рошана, и в итоге спирт Брейкера просто убили. Так он до этого и бежал, я так понимаю, чтобы там заспейсить как-то, чтобы спокойно добили и ушли, а не пошли дальше. Так, появляется Худ, который дает теперь еще больше магические защиты. У кого Худ появился? У Дарк Сира. Так, и землю находит. Пайпешник хочет себя, но Суприм, он тут вряд ли сможет уйти. Да. Да, догорится. Жить не будет. Ну, надо быть мобильным, потому что антимаг, если тебя находят, тебе тяжело. Надо сразу куда-то там издалека кастовать и уходить еще дальше. Так, пошел инвокер, забирают вышку. Без Ор Спирита драться не очень хочется, Ор Спирит до Аганима еще 900 монет. Нужно потерпеть некоторое время. Да, тем временем возвращается Эмбер Спирит. Башер появляется в Аэм, а у Эмбер Спирита пока только маленькие криты. Но Эмбер Спирита неплохо там с деньгами в данный момент, хотя у Буги и Вуги намного круче, но почти дейдаллс есть все-таки у Эмбера. Почти есть. Ну, нужно дофармить, будет много дэмэджа тоже. Будет и физика, и магия. При этом, тем более физика здесь очень важна, потому что БКБшки. Так, ну что, Аегис еще 2 минуты. Да, Аегис сейчас вообще портит все альтернатором, так они, может быть, и рады подраться, но с Аегисом не хотят, и правильно делают. Проходится просто отдавать товара. Ой, у Изевса нет УТП домой. Интересно. Но он близко, конечно. А ему оно и не надо. Так, и Бара пошел. Бара пошел, но не добежал. Видит сейчас Бейна, Бейн, есть Глимер, заслипал. Зевс здесь же уходит. Вот он рядом бегает, его, правда, спалили. Как больно, на самом деле. В Аликсу просто тремя спилами чуть не погибло. От трех спилов Зевса. Так, антимаг сюда приходит. Ну, нужно сейчас одуматься, на самом деле. Но Эрспирид куда-то покатился дальше. Да, ему бы все-таки Аганим дофармить перед тем, как активно воевать. Так, тут опять нападение. Ну, все-таки Бейн нашел то, чего искал. Он так долго пытался погибнуть. Да, Зевс тут тоже играет с огнем. Хоть он, конечно, в инвизии, но мало ли какой шальной даст. Сентра будет стоять. Аккуратно надо быть. Так, ну и Эрспирид, который еще немножко подфармил. У него остается совсем немножечко, да, Аганима. Может быть, это как-то перевернет игру. Тоже такое, чтобы перевернуть прям игру. Тяжело. Ну, на самом деле, геомагнетик гриппа на своих, бесконечные, и возможность вот это кого-то там закаменить, куда-то кинуть. Это сильные такие возможности. Другой вопрос, как он тролизует. Зачем-то заветен, заблочил сам себе спам. Хотя он так заблочен. Акзотик Дер так и купил себе, наконец-то, дейдал. Да, это важный момент. Сейчас никакого там эвэйжена нет, поэтому работает он на полную катушку. Да и, в принципе, это вся физика альтернейт. Ему здесь реально придется собираться в какого-то супер-дамагера. Без каких-либо даже сейвов. И, наконец-то, появляется у земли. Вот он. Менчант Ремнант. Через 2 секунды копия раскалывается, выпуская героя на сторону противнику поблизости. Ах. Вот это да. Дело такое. И геомагнатик рипом теперь тоже можно вытаскивать. Ну, посмотрим. Ох ты как! Заслипал. Валекс. Отваливается Валекс. Спирит укатился далековато. Валекс в этой игре очень много отваливается. Мы, конечно, понимаем, что он корова. Но уже не та стадия игры, где стоит вот так вот бегать где-то по всей карте просто и умирать. Это вначале можно себе позволить. Суприм гонится за Немфи. Просто с цепи сорвался, с танчиком мажет. Ну, у него... Прям в лицо, видел? Попал в линвис. Да. У него 4 секунды теперь кулдаун от этого проката. Ну, конечно, без капни он, по-моему, немного выигрывает. По, именно, перемещению. Но здесь уже Эбисел на антимаге, а ему уже практически в 6 слотов. Ему только сменить Владмир, ну, может быть, там, ботинок. Но в любом случае он сильно оторвался от Эмбера. Инвокер также опережает Зевса, у него уже есть Хекс. Зевс, конечно, ну, это набор не соло-мидера, это набор саппорта какого-то. Арты, конечно, интересные, но не хватает какого-то еще сурового, я не знаю чего, рефрешера Аганима там на этом месте. Ну, да, рефрешер Аганима, Эктарин, может быть, тот же Хекс потенциальный. Тут именно набор очень дешевых предметов, которые, да, действительно, может покупать саппорт по чуть-чуть, так что-то он продает, покупает себе. Собирает Эктарин, пытается собрать Эктарин, точнее. Купил пока только солдбюстер. Ну, неплохо добавить как раз статов, там маны себе тоже, правда, добавил, но больше все-таки добавил хп, теперь под мановой, да, чуть меньше, может быть, страдать, но все равно, конечно, если он попадает под мановой, 1700 маны, его разносят в щепки вместе со всей его командой. 1700 маны, офигеть. Так, и куда-то выходит, но это, так, ветерки. Опа, антимаг, в каменево. А, уже его подняли, пнули. Какая стенка, стяжка хорошая, ой-ой-ой. В камень засунули всех, покатились, обновлять будем, не будем. И все умерли, кто-то вообще, или, сука, об крипов умер. Где? Вот здесь, снизу. И гем валяется, смотри. Гем, да. Так, смотри, уже полетел, полетел спасительный курьер за гемом. Да-да-да. Пофиг, потому что там мид ломают, но это понятно, что эта игра уже проиграна, когда вас просто вчетвером, один герой уничтожает за два удара, но гем они сохранят. Так, байбак. Ну, сука, байбак он, он одновременно и гем сохраняет, и сам мутит дела. Правда, бараки, он вряд ли сможет отстроить новые, такого, и мы еще, его не научили, мы еще, он будет учиться. байбак он, появился, байбак он, слишком просто для антимага, слишком, вот просто. Ну, да, легчайшая какая-то катка, тот просто побегал, пофармил, как, знаешь, такая тренировочная игра для антимага. Мне кажется, можно создавать такие, знаешь, тренировочные игры с ботами, где все делают дефолтные вещи, и мол, антимаг, ты должен нафармить 6 слотов, должен уходить от, типа, от примитивных гангов, там, фармить крипов, и так далее. Вот такая игра антимага и была, это. Да, только... Один разок его убили, при том, в такой даже ситуации, где, ну, как бы, он, наверное, сам не ожидал, что умрет, когда его гангал, там, зерс вместе с туском, и он просто развалился от вейла. Да, он там, как раз, блинканулся на эту точку, не было блинка, но сейчас-то у него уже БКБ, ему вообще все равно. И, в принципе, его особо не гангали с самого начала, потому что возможностей не было. Сами взяли довольно жадный лайнап. Вот этот Ор Спирит, что не говори, а вначале от него толку, как от козла молока. Он первые два левела вообще почти ничего не делает. Ммм, ну это-то... Ну нет, это просто нужно уметь делать. Вот именно, что этот герой, как раз-таки, чем и самый страшный, что он первые два левела просто и делает бешеное количество и урона, и всего. Потому что с Роллинг Балдера 100 урона на всех уровнях и на первом тоже. И с Балдер Смэша еще полпич. Ну а я вот что-то смотрю и каждый раз он ничего не делает. Ну потому что он не попадает ничем. Не туда идет и не комбинирует. Ну вот даже в этот раз Суприм попал, но он мало ходил. То есть, очень мало от него экшена. Это он виноват сам. Ну да, ну вот ждем, когда сработает. Сейчас выход на Рошана. Здесь обе команды. Тимак заходит, в соло будет разбираться. Владмира у него уже нету. Ну Рошан там вообще не боится абсолютно. Нашли Валикс. Так, Валикс разваливают. Валикса можно убивать легко. А что же ультс-то Зевс зажал, да? Просто скиставать ультимейт Валиксу. А, у него нет ультс-тау. Ну вот только сейчас. Ну там все в БКБ. Нужно ждать. Нужно ждать. Он ждет. Он ждет. Он ждет. Вот умер. Отличный стан. Он умер. Ждет. Нужно ждать еще 70 секунд. Он ждет. Поспешили. Поспешили, конечно. Результат Зевса. Надо было подождать еще вот эти 5 секунд кулдауна. Потому что, ну куда они ломанулись-то? Да, ну и антимакс срезает Рошана. Там у него уже готов баттерфляй. Почти. Да, уже даже не почти. Ну и просто можно идти эншент ломать. Ну да, рапирка даже экзотик Дира вряд ли спасет, но он ее купить-то не успеет. Денег-то хватает. Ну и тут по дефолтному, там никуда не торопясь, носить. Ну и что у нас получается? Да, бабочка долетает до антимага. У нас получается сегодня прошли дальше Старки и Ашера, да? Ну да. Так оно и было. Ну и вот остаются Старки у нас единственной командой, которая не представляет СНГ на этих квалификациях. Типичные европейские квалификации, я бы сказал. Одни СНГ-ТИНи. У нас на данный момент пара команд находится в Китае, на ВЦАХ, хотя бы тоже и пара. Там одни альянсы, да, у нас. Ну и там, насколько я понимаю, там империя. Ну да, но империя, она еще одна СНГ-команда. Да. А что-то в Европе никто в ДУТ не играет, походу. Действительно, даже команды нету. Либо на топовом уровне, либо как-то вот тяжело им. Стираю там. Ну тут все, мясорубка антимаг, трипл килл, буги красавчик, лучшая игра тысячелетия, феноменальный теряя. Ну он был хорош. Он фармил и всех убил. Ну свою задачу он выполнил. Ну и что, теперь надо понять, кто на кого-то. Получается, что у нас, что у нас Старки, Старки не могут попасть на ВП, они попадают на Вегу. Старки на Вегу, да, Хеллрейзерс на ВП. Хеллрейзерс на ВП. И эти матчи должны быть сыграны завтра, вроде как. И мы опять с тобой комментируем в 19.00 начало. Я не знаю, какой правда будет матч первый, вот, но... ВП-Ашер. ВП-Ашер. ВП-Ашер в 19.00, в 22.30 у нас будет Старки против Веги. Будем обмазываться дотки. Ну а на сегодня все. Для вас работали NSML Шторм. Увидимся завтра здесь же в 19.00 по Москве. Всем пока. Пока.